Помолимся. Мне серьезный разговор. Господи, Ты единый, единый Создатель. И нет других богов, кроме Тебя. Мы Твое Создание. Благослови нас на этот разговор. Чтоб мы были полезны друг другу. А на врагов наших пролей милость, чтобы они не погибли. Дай им раскаяния, сделай их христианами. Но это не без Твоей воли да будет. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Садись. Я буду... Я слушаю вас. Я слушаю вас. Мне ногу вчера прихватило. Я вообще не мог ничего делать. Я тебя называю инвалид на железных ногах. Правильно? Да смейтесь. Сколько тебе операций было уже? Восемь. Сколько тебе железа, килограмм? Ну я не взвешиваю. У тебя все, пояснился, и считаем все это на железках. Вот этот еще только не на железках. Не ходят еще, улыбаются. Вы знаете, кто это? Бывший главный агроном села Корщина. Сколько у вас там гектар было сельхозугодии? Гектар, всего пашки было 500. Это 15 тысяч, 144 было. Сколько? 15 тысяч. 15 тысяч? До неления собхоза. Это в два раза больше, чем у Долгова. И сейчас в два раза больше, чем у собхоза. Разделились на мальчих. На мальчих, да. На мальчих он завязывал у нас вот здесь вот. На 8 тысяч отдали и им 7 тысяч отдали. Понятно. Так, вот этот акт вам известен? Или посчитать? Считай вверху считаем. Печать. Какая? Печать. Госагропров, СФСР. Какой-то агропромышленный комитет Алтайского края, Мамонтовское районное агропромышленное отделение, совхоз Корченский. Да, это нахуй. Акт от 17 декабря 1990 года. Считай. Обыделение землиное. Сейчас, сейчас. Мы ниже подписавшаяся комиссия в составе председателя комиссии директора совхоза Корченский товарища Мануилова Анатолия Сергеевича, член комиссии главного бухгалтера Поваляева. Поваляева. Как назвать пещать? Полина Яхлина. Полина Яхлина. Главного агронома товарища Сильского Алексея Семенова. У нас же о вас называется? Нет. Дальше. Председателя сельского совета товарища… Кулеба. Кулеба. Василий Федорович. Василий Федорович. Депутат сельского совета Туврова. Как его? Дмитрий Федорович. Дмитрий Федорович. А в который был дед Петр? Дед Петр? Одноглазый. Мы на квартире жили у него. Ну да, раз он феоктист, это отец для феоктиста. Да, он какой-то родство с моим дедом имел. Так что мы далее родство. Составили настоящий акт на передачу бросовой земли в бывшем поселке Потеряевка Латкину Игнатию Тихоновичу в количестве трех гектаров сроком на 10 лет бесплатно. Подписи директора совхоза Мануилов. Все, перечислены все. Все вот эти подписаны. Ваша подпись здесь. Покажи, где она подпись. Да, вот она подпись. Вот? Да. Значит, все принимаешь, да? Мы не отказываемся, да? Не отказываемся. И теперь несколько вопросов. Показать, может быть, туда? Давай, подойди к нему. Хорошо, стереться. Подойди там. Да, он сейчас все видит. Мы не отказываемся, сейчас не отказываемся. Сейчас, отказываемся, сейчас. Все, дело-то прошло уже. Хорошо. А почему вы не продлевали? Сейчас? Сейчас подойдет к главному. Тут это пока прелюдия. Мне нужно, чтобы все поняли, что я не подделаю документы. Какого поддела? Это натуральные подписи. Мы от них не отказываемся. Не отказываемся. А Саров, что там? И на сегодняшний день. Я так вопрос не задавал. Вы решили это. Подписали. А почему вы решили? Я просил кого об этом? Чего? Об этом, чтобы мне документ такой дали. Ну, а как вы хотите? Я просил. Вы выполнили просьбу. Землой вам поклон. Нет. Вы, я слышал, даже сказали, как трудно это далось там. Не просто, говорит, мне было там ходить это. Ну, противников всегда много было. А? Противников всегда много было. Ну, я согласен. Да. Так. А с какой целью мне это нужно было? Ну, вы просили до православного лагеря. На что лагерь? Слово лагеря это пока слово. Непонятно. Что я хотел на этих гектарах делать? Ну, заниматься с детьми. Я и так занимался без этих. Но здесь вы еще просили там по договоротному сделать. Значит, речь шла о чем? Конкретно. О том, чтобы мы не в палатках жили, а построили кель, который мазанный кистолет. Что думали через 10 лет делать? Или продление думали опять продляться? Ну, можно было продлевать. А? Продлевать нужно было. Продлевать нужно. Ну, естественно, что если мне давали, а мы сделали закрытый игровой зал, там, из досок, из следи, кленовая там сделали с шипером, столовая у нас. А мы на открытом дожде все это делали. Ясно дело, речь была не просто для лагеря, а для построек, где теперь приезжают гости, я достаточно человек стал принимать. Но мне в землю никто не отводил. Никто. А почему? Я не могу ответить. А если бы я попросил, да бросилась земля, вот она бросилась. Дальше-то речь шла еще о другом. Я теперь вам открою. Это время 90-й год, а 91-м уже ГКЧП. У меня в это время уже начали появляться миллионеры, там, как Стерников, и есть люди, которые говорят, как Щубас Анатолий, мы не знаем, куда деньги девать. Но это сегодня, речь идет о миллиардах, о миллиардах долларов, не рублей-то. У меня был грандиозный план. Получить землю, санэпидемстанция нас давит, сделать все по нормам. И будет не 109 человек у меня, а 700. Я говорю, вы согласны с этим? Да, двухэтажного здесь здания построить на уле деревни, а потом у меня другой документ есть. Они мне дали, когда вы будете это сдавать, готовое, чтобы все это приняла архитектура Мангского района. То есть решила не о палатках. На палатку архитектора не нужно, это так понятно. Но я ничего не обговаривал, сколько асфальтную дорогу проложено. Очень богатые люди появились, и они понимают, дети это будущее всегда. И они узнали, какие у нас дети, беспризорных принимаем, приезжаем в сады. Ну откуда только не было, даже, трудно сказать, откуда не было детей. И тут, 91-й год, все полетело, конечно, ногами, договора все потеряли силу. Но, теперь, когда назад я теперь смотрю, мне земли никто не отводил. Но, когда теперь стали приезжать комиссию, Куфаер, кто такой был? Первый сегретарь. А? Первый сегретарь. Компартии Манглановского. У нас с ним были очень хорошие отношения. Вот идите, уйдите, найдем секретарь компартии, не рыбокомбината, как этот был, Север, Владимир Митропанович. Ну, потом он стал замглавой администрации по сельскому хозяйству, кажется, у него было. И там мы встречались с ним, но потом не буду говорить дальнейшую биографию, я все знаю. Сын его Юрий где был и прочее. Я разговор веду вот о чем, земли мне не отводили. И когда он стал приезжать, скажите, а почему вы тут находитесь? Я говорю, где? А тут рядом были фермы, и бульдозер стаскал в кучу, огромная куча. И мы, а рядом ямы какие-то, мы навозную кучу, и ямы мы затрамбовали, все. И, а тут рядом дом большой. Мне очень хочется, чтобы вы сегодня там побыли. Вам это потребуется на днях. Чтобы вы своими глазами увидели, что я говорю, так и есть. Русская печь стоит, а дальше она вмонтирована в навозную кучу. Я не взял ни одного квадратного метра из того, что мне предлагалось. Нельзя. Почему? Я ответить не могу. У меня внутреннее чувство было. А теперь, когда они приезжали из города, замглобой администрации края, шойфер, у Суликова был такой. А почему вы на таком неудобном месте? А вокруг крапива, там заросли. Мы все корчевали, корчевали. И теперь мы заняли 9 соток. 0,09 гектара. Все. Это еще не все оказывается. Коммунисты приезжали. Главный идеолог КПСС Петренко. Да, вы знаете, да. Вот он приезжал здесь, был, когда меня жучилище и санэпидемстанцию. Мы хотели бы по нормам туалеты мраморные сделать, а то обыкновенный сортир. Да вся полуроссия в сортиры ходит. Все, к этому нельзя привязаться. Но теперь наступили другие времена. И когда теперь санэпидемстанции нет, а есть Роспотребнадзор, и они позапрошлым году, в шестнадцатом, на нас навалились, то это все в интернете выставлено. Почему? Ссям озера, там 14 ребятишек утонуло. Они соревновали были, поднялся какой-то шторм, опрокинуло, и президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович на указание проверить все лагеря. Я сразу сказал, они будут здесь. А в это время у одной женщины, там, где она в Москве живет, она разведенная с мужем, и ребенка в мужу присудили. Батогин Михаил, а сын Тимоша. И он один раз привез свои, или два раза, летом, когда лагерь открывается. А потом сейчас такая форма есть, он платит деньги, проводница его берет по документам, а тут его в аэропорту встречают, вот он стоит, Сергей Павлович Кубков. По документам, как посылку. Это вообще не стыдно, туда-сюда хозяину не летать, это выгодно очень. А матери, что-то ее заявило, Светлана звать, и она бряхнула, написала, что в роликах видела, в прокуратуру и милицию Мамонтского района. Оттуда приезжают помпрокуроры и лейтенант. Две женщины, у нас ролик выставлен. Все заснято, все, от начала до конца. Но одна была не в юбке, я не запустила ее в помпрокуроры, а вытащили юбку, она одела, сейчас в интернете, какая она красавица, как она выглядит, как женщина. А чего платки не потребовали надеть, потому что мы не думали молиться. Я знаю, где грань, с которой не надо залазить. Ну, она все. А вот они зарядку делают на траве. Вы что будете отвечать? Я говорю, пока в воздухе, мы не можем делать. Мы на траве делаем. Но она не знала, что написать. А они купаются, когда холодно. Холодно нету, во-первых, июль месяц. А потом дети просятся, и потом ни одного простывшего. Я легко это все доказываю. И она пишет, а можно с ребенком отдельно? Нельзя, родителей нет. Родители мне доверяют, я за родителей. В моем присутствии. И все за с ним, они не против были. Ну, мать настроена ненужностно. И вдруг осень, она мать пишет. Я виновата. Простите меня. Можно я приеду сама к вам ладить? Понимаете, в жизни многое меняется. Но в 16-м году, когда вызвали полицию, здесь стало дежурить сутками. Машина стоит, они просто вахтовым методом. Везде разогнали, нас ничего не могут сделать. А мы провели тренировки, как убегать. Я ни одного ребенка им руки не дал. А в других местах они брали в автобусы. Жара, не пить есть, не дают. В автобусе держат. А родители-то мне отдали. А теперь они, краевая прокуратура, это мне сказали так. Приходят по домам ваш ребенок там. Да у меня не один, четверо там. Так, вы даже ребятишек забрать. Иначе у вас отнимем. Это серьезная угроза. Краевая прокуратура. А вы знаете, что там делают с детьми? Она говорит, что? А вот она, говорит, на нее все. Я сама ездила и жила. Я одна же пятерых или шестерых воспитываю. А Лапкин который год бесплатно. Другие, вот у них четверо, 9 лет. Бесплатно. Стараемся одеть и на билет еще купить. Это понятно. И не в умля государства уже 45-й год идет. Но тут как насели, я считаю, они штрафы дают миллион, полтора, миллион, полтора. Детские лагеря. Закрывали, сотни лагерей, говорит, закрыли. А у меня регистрация снята. Я был зарегистрирован в краевом отделе юстиции. А сняли, почему? Неправильно зарегистрировано. А почему? Закон изменили. Поэтому неправильно. А по закону так. Потеряевки. Должны быть родители десятерых детей, живущие постоянно на одном месте. А тут таких детей нет. А где я возьму их? Пункт 1. Не обвинения никакие. Тому пункту мы не соответствуем. И мы по рукам ударили. Я говорю, снимайте. Нам этой разности нет. Мы состоявшиеся. То есть мы были не зарегистрированы. А теперь они говорят, а раз не зарегистрированы, их нету. Никаких претензий к лагерю быть не может. Теперь они сами своих уже говорят где-то. Но в этом году подсентация снова меняется. Прислали нового прокурора Мамонтова, как говорят. Королев Максим Васильевич. Запомните эту фамилию. Полковник. Он дает указание. К стильсовету. А у вас там. Кажется, Трушакова Людмила Алексеевна. Да. Председатель. Да. Значит, выслать там все, бульдозера. Разломать все и убрать. Смести с лица земли. Это в карты еще игры проиграли, я говорю. Больше никак. А какова цель-то? Никакая. Зло сделано. Исайя, пророк, говорит. Злодеи, злодейские, злодейские. Места тут никто нет. Рейдеры. Мы захватили землю. Во-первых, земля, на которой ничего не растет, кроме крапивы, конопли, полыни. Кроме того, это навозная куча. Даже сломайте их. Будут торчать жерды. Но никогда никто там не поселится. Ему дальше здесь делать не будут. Я это все пишу. Обращаюсь. Он ничего не слышит. Я понял. Я проиграл. Я не имею в виду в буквальном смысле карточную игру. Но именно так делают. Поставили на кон. Он проигрался. Кто-то там. Не он. О ком говорю. А ты должен убрать. А как? Это твоя задача. Ты проиграл жизнь свою. Поэтому первого встречного режь. Когда принимают они к себе что-то там, эти братки. Наветные из такой культурной семьи. А что я должен сделать? Я не хочу вот так жить, как они. Ты видишь, вот очередь стоит за молоком. А вот эта женщина, видишь, посередине стоит. Самые культурно одеты. Подойди, прямо плюни ей в лицо и убегай. Мы поймем, что ты уже наш. А потом где-то режь, а потом где-то закончи кого-то. Тогда ты уже все заснято будет. Ты никуда не денешься. Именно так и делается. Вот что-то они там где-то так. Я тогда еду сам к нему. А допуска нету. Прокурору? Да. Мамонцевского. Тогда я пишу в суд. Подарил я его в суд. Мамонцевский суд. Написал. Все, что требуется, сделал. А у нас свой адвокат есть. Адвокат непростой. Он работал в Крайовой прокуратуре. По государствам особо важным преступлениям. Ты его знаешь. Приезжает. Он говорит, они не примут. И сказал, по какой статье что. Правда. Они пишут. У вас нет высшего юридического образования. Я говорю, а я за неделю его возьму. Если бы я знал заранее, я бы кончил заводчик. Я никогда не слышал. Я у других был защитником, адвокатом. Те годы. И меня никто документы не спрашивали. Главное, она согласна? Да, она меня избрала. Я за нее там, Иннокиня Милославская, следилась. И мы выиграли все процессы. Речь идет, сколько для процесса надо. Я посмотрел номер статьи, назвал, показал. На остальное дело совести. Потом я с судьями встречался. Которая была там, Жамоедова, Нина Васильевна. Я говорю, а как вы знали, что обвинитель ПОП. Она работала, а я ее выгнали. И не поставили, что она работала. Она не может там беженство устроиться. А Иннокиня? Она говорит, я сразу поняла, врут они. А когда в коридори вышли, а этот Титоп, отец Георгий, у которого Вася Плотников был. И вот я говорю, отец Георгий, вы же знаете, что она работала. Да, знаю. А вот от патриархии юрист. Да какая же вы, говорите, она не работала. А что мы должны делать, она в суд подала. Я только охотился. Кому вы в церковь такое-то? Бандиты. В рясах. Она работала. Все продавцы рядом, которые сказали, но она приходила от 9 до 6. Она каждый день там была. Ну, атрибутикой церковной, там, свечи, молитвенники продавала. А она не работала. Теперь их заставляют поставить печати. Работала, заплатить, которое вместо не работало. А заплатили мало. А я у нее представитель был, как защитник. И в это время подают в коридорицу, ты снова выиграла. Я знаю, что в то время не было таких, чтобы... А я ничего не стал. Они неделю дали, чтобы я... Я посоветовался, говорит, не подавайте. А они должны подавать. Ладно. Я приехал туда, а кажется, пятница была. У него, ну, можно узнать расписание когда. Пятница, неприемный день. Но в конце написано, если там издалека человек срочно нужен, то примет. Секретарь Никак, помощник стоит его там, заместитель Никак. Я говорю, я сказал, не уйду. Я пришел с подарками. Подарки любые считаются взяткой, кроме книг. Я раньше не знал. Книги, ну, конечно, не бриллиантовыми обвешенные, а вот мои книги, а я автор тем более, а я принес полное толкование Нового Завета, там, для слова Божия, не тузкость, но православие. Не пускают. Я говорю, скажите ему, что я не уйду. Сейчас по двери ляжу, он меня будет дверью выталкивать, я его запну здесь своим телом. И через меня перешагнет, пойдет обедать. Придет через меня. Тогда он заходит и говорит, заходите. Я вон тематом начал уже давить. Я его еще не знаю. Но он-то, видимо, предполагает. А Леша зашел, а его не надо, он снимает. А до этого мы заходили в прокуратуру и все снимали, потому что 303 статья, там, 29-я, меня поддержат, а не их. Если будут запрещать, они попадают под уголовный кодекс, под уголовную статью. Это надо знать законно. Я им все статьи назвал, они с одну сторону шагнулись. В администрации, везде снимаем, ходим мы ни один, нигде. Но, видимо, это им не понравилось. И вот я ему говорю, он молчит и молчит. У него аппаратура, если я ее выключил, а звук оставил там, она, слепую, она все запишет. И он тогда знает. Сумка-то у меня. Молчит, молчит. И он в конце проронил праздник. Но там же есть выше меня. Я понял. Он всего лишь в шифтах руках. Как в мире говорят, пешкой. Кто? Раньше там был генерал-лейтенант Пороскун Юрий Федорович. И он посылал комиссии, когда здесь вот эти коровники были, корченские, телята по деревне ходили, наш саман топтали там. Выдвинули туда теперь, там, за Двершином, на Моринском они находятся. Здесь, кажется, я не знаю, 23 комиссии с краевой прокуратуры. Я и близкий-близкий был. Но его сейчас нет там другой, к тому не пробьешься. А теперь, еще не знаю, я им сказал, я говорю, буду звонить в разные инстанции, и вам придется ответить за это. Вы должны объяснить, кому это мешает. Как оно может мешать? 45 лет не мешало, тысячи детей побывали. В любом государстве рядом с президентом сидел бы. Да у нас какие ребята идут, ни один не попадает по дедовщину. А Леша претендентом в полку служил. Сын Иосиф, там тоже за границей, дивизия Дзержинского. Что непонятно, что это не стройбат. Он ничего не слышит как будто бы, или вид делает. Я тогда ел оттуда, я заезжаю к представительству совета. Она говорит, он меня швет одну за другой, вплоть до увольнения. А я, говорит, не боюсь, я уйду, но делать этого не буду. Я говорю, сколько бульдизеров? Он говорит, ни одного. А что, послать людей, он пишет, чтобы разломали, шифер перекоростали, видимо. И за мой счет, а у меня пенсия 7 тысяч рублей, это же, к его 70 тысячам месячным-то моих не хватает. Депутатам назначили пенсию, сейчас 200 тысяч, каждому депутатам. Это государство трудящихся и рабочих. А у меня 35 лет стажа трудового, трудового, по книжке трудовой, 7 тысяч, пенсия бомжа. Я к ней заехал. Она говорит, я ходила, или как-то там сказала, с бабой своей, в полицерковь или где. Баба меня учила быть доброй, а не ломать. Я на это никогда не пойду. Она учительница оказывается. Она не боится, я говорю, перейду. А у него-то если ничего нет, он должен делать теперь. Счетчик говорит, включен. Но я не про него говорю сейчас, я там не знаю ничего. Но в мире так бывает. Я теперь что? Я им написал. Мы включаем самое дальнобойное оружие. Такое убойное, вам не устоять против него. День и ночь будем караулить, кто приедет. И против нашего оружия ни один не устоит. А дальше поясняем. Молитва. Сам Господь выставит ангела. И все это подал туда. А потом проехал по всем политическим партиям в парауле. Везде подал. Дождался, когда это узнает. Карауле. А прокуратура говорит, а мужа ответили, мужа ответили. Она сама не разбирается, никого не было. Тогда я начинаю дальнобойное. Президенту, представителю Совета Министерства Медведеву, Общая городская дума, нашу Поклонску, Жириновскому, Зюганову, ну и все, которые там есть. Которые известные мне. Пошли отовсюду. Генеральную прокуратуру. Ответствие генеральной прокуратуры хорошее. А почему? Даже не из нее, а от президента. Самый хороший. Дело передано в генеральную прокуратуру. Разобраться. А я написал, смотрите, номер газеты такой, там «Московский комсомолец на Алтае». Под косым углом или как такой заголовок. Сколько в стране беспризорных? Средняя цифра сегодня, от скольки до скольки, до пяти миллионов беспризорников в стране. Войну не было столько. Три миллиона. А мы в это время, когда на меня насели в 16-м году, на следующий же день, как только я в лагерь сказал, лагерь распормируется, они не закрывали. Они даже не знают, что власти меня не закрывали. Штрафа не было никакого. Закрыл лагерь, распормируем, а только что обновился состав, волонтеры. И все строение актом зафиксировала Елена Анатольевна, Барабаш, передаем собственность Потеряевки. А нынче мы собираемся все вместе. И Потеряевка решает создать музей. На этом месте музей будет называться музей, в скобках «комплекс», потому что часть музея здесь находятся. Игровые площадки, колодец, баня. Это комплекс целый для бедных лагерей. Краткое название. Мы поедем, вы все это увидите. Вот теперь я и говорю, если там уже известны вверхах, и кто там удалил, говорит, главный милиционер страны, цифры дает о беспризорниках, и говорит, после гражданской столько не было, сколько сегодня, то это не Потеряевка. Я говорю, это мои клиенты. Если вы без помощи государства, 45 лет, я подсчитал, сколько тысяч людей со взрослыми отдохнули. Ни копейки государство не дало за все время. А теперь ко мне приезжают люди и спрашивают, как это сделать, у нас такая же ситуация. Я могу образовать в течение года тысячу лагерей. Не я, а Господь сделает. Мне нужно сейчас зарегистрировать как музей. Мне уже документы прислали, Министерство культуры добились, и все документы. То есть это очень необычно к социальным. Это не старые какие-то баклажки разбитые, а именно, как научиться выживать, я написал. Вы из страны, придя к власти, сделали душняк на сто лет. Душняк – это дышать нечем. Это выражение тюремное. Но мы, говорю, можем прорвать эту блокаду с помощью Божией. Будем образовать лагеря. И этих детей принимать, чтобы они стали настоящими гражданами нашей России. Это наши люди. И, видимо, кого-то это коснулось. Это мои клиенты. Так, ответов много пришло. Моя прорву заключается в очередь. У них вот эта копия снята, в прокуратуре лежит. Если ваш Господь бы подвинул на это заболеть моей внутренней болезнью от детих, я о детях и тихо, не о себе, мне-то зачем это. И мы выбрали время, узнали бы рабочий день, какой у них там, кто-нибудь, и четверг там. И съездили к нему, и сказали, ну, я бывший коммунист, то-другое, за мной ничего нет, несудимый. Сказать там своей семье, отец, какой-то труженик, мать, чтобы он представлял, с кем разговаривает. И вот моя подпись стоит здесь, когда Лапкина давали землю. Но он не взял ни квадрата, мы ему не выделяли. Все спрашивали после этого комиссии, прокуратура, что в таком неудобии, в навозной куче. Земля пустующая. Почему не взяли, я ответить не мог. Я внутренне понимал, что рано или поздно может что-то быть. А что я не знал? Я просто сделал так. Ну, навозная куча-то, уже видно, навозная куча. И вот ему сказать. Максим Васильевич. Вот Лапкин обвиняет, он под статью подгоняет. Самовольно захватывал, и вообще захвата не было. Самовольно захватил я землю. Как он мог самовольно? Во-первых, по тому времени дали, но он не взял. Он не взял. Поэтому вот это, к этому даже не относятся совсем. Оно навозной кучи. Я там бывал, мы не чужие же, мы из этого самхоза, из деревни из этой видели. Кому эти все мешают? У них земля отведенная. Нам отведено здесь 370 гектаров было. Под деревню и под это. Сейчас батюшка поехал, вот этот ось устроится уже не на нашей земле. Они обрезали, нас никого не вызвали. 22-го, вы же не имеете права строиться. А принято решение краевым советом, трудящимся, краевым. Восстановление потеряевки, но не постройка 20 домов, а постройка потеряевки. В это время план был, там новая улица была, 700 человек на 700 план. Я это все изготовил. Я ходил, и мне выделили, не мне, на план, а переносить в архитекторный отдел. Где кладбище, там узнали. Кладбище не здесь, в другом месте должно быть. Я сказал, тут глина, жирная глина. Я, да вы что, не песчаная глина, она на том месте остается. То есть, вначале рисовать, 2 недели прошло, я каждый день прихожу и сижу в коридоре. Еще вы сидите. Я говорю, план жду. Новые люди приходят. Вот написали сейчас, 32 человека сразу желают приехать. По чем земля? Они хотят купить. Это не просто люди. А люди из разоренной Чечни, которые приняли православие. Понимаете как? Необычный народ. Трудяги, трудяги. Вот. А куда селиться? Батюшка сейчас поехал к главе администрации. Он даже удивился. А то еще такое сделали, да? Да как же так? Ну он понимает, что тут документы. Тут прокуратура должна вмешать это безумие, чтобы закончилось. Но пока никуда не обращайтесь. Через 2 месяца будет. В совещание мы вас пригласим. Сейчас, я не знаю, месяц или полмесяца осталось, чтобы там было. Так вот. Я делаю небольшие отклонения. Вот теперь я пишу, и везде поступают ответы. Ответы правильные. Надо делать так, подавать в суд. А если нет, то еще подавать дальше. А если нет, то еще вот так. То есть 8 листов приходит. Это настоящий ответ. И справедливая Россия. Не единая Россия, а справедливая. А не только вот 2 дня назад. Почта идет через Станю Никитину. Что делать? Просто поговорить по-человечески. Зачем? Я ему написал, когда я освободился. А у меня позади 26 лет мужчине только психиатрии. 5 тюрьм. И я полностью реабилитирован. Понимаете? И я подал в суд за то, что у меня контисковали. И суд шел 11 лет. Принимали, отменяли. Применяли, отменяли. И наконец мне дали 13 соток в центре города два дома. Суд решил их нельзя не отнять еще. То есть я вступил. Две домовые книги мне выдали. Сейчас на собственность. Так я его предупредил, чтобы так просто мы не сдадим это. Смотрите. Деревня строится. Любая деревня. Мы можем там планировать, что в этой деревне будет магазин. Почему не может? Почему не может? Можем. Даша, а мы можем планировать, чтобы у нас был клуб? Да, конечно. А можем мы планировать, что у нас за пределами деревни рядом футбольное поле? Ну, мамы тоже есть. Да, конечно. Не внутри деревни, а рядом. Тем более она ничего не занимает. А волейбольное, оно рядом. А баскетбольное, городки, это все, что в лагере есть. А теперь представьте, что все это у нас есть. Вся инфраструктура для лагеря есть. И мы хотим создать, уже создан музей, приезжают люди. И я вам все показываю. Ни копейки не стоят. Вот шипер-то стоит, там доски некоторые. Мы хотим показать, я отпишу дальше, в этом раздрае. Когда разворовали великую державу, можно жить не злобя, смолиться за начальствующих, чтобы Бог продлил мир. У нас главный лозунг в лагере всегда был. Россия должна встать, и дети их стран делают. Россия – это мы. Патриотичный лозунг? Да. Я это все ему написал. И она вдруг пишет, звонит Людмила Алексеевна, говорит, он опять бомбардирует буквально ее. Что вроде должен, как-то так сказано. Иначе я приму какие-то меры. А что он, говорит, примет? Я никогда этого не сделаю. Я ее приглашаю сюда, она приходит. Мы не слышали этот разговор. А она со мной везде. Она пошла в церковь, побыла, поехали в лагерь, пошла тут, здесь была. Даже на крыше у меня голубя с голубями залезла туда. И сарай тут была. В лагере в каждую келью, в столовую, в пекарню. Ну, везде-везде-везде побыла. То есть она знает, о чем говорит. Чтобы сказать ему, они вообще не занимают ни одного квадратного метра. Зачем? А вот дети рядом играют, а это футбольное поле, подальше маленько. Наступил дождь, они все забежали сюда. Пастухи пасут, они там скрываются. У нас приезжают гости на крещение. Я им сразу выделяю, там, в каждой келью 8 человек матрасы выдал. Выдаю. Кому мы помешали? Я дальше пишу. Отец у меня с фронта до руки вернулся. По матери три дяди ушли на фронте и погибли. И они нам такую жизнь даже, что я не имею права на навозной кучи ночевать. Да кто вы-то? Вы пришельцы, инопланетяне. Зачем вам это нужно? Объясните. Где бы я ни был, везде, даже справедливо, Россия, Компартия. Особенно хорошо приняли в Компартию, удивительно всего. Там, видимо, какие-то установки такие есть. И они тоже приняли в этом участие. Один вопрос. А для чего им это нужно? Я говорю, я понимаю только про Ивна в карту, больше никак. Повернув в карту за большие деньги и нож в горло. Или убираешь ты, или тебе... Это я образно говорю, не буквально. Ни один человек не может сказать, зачем. Ну, сейчас там можно зайти, у нас там бак полтора на полтора на метр. Аквариум, мы там карасей напускали. Печи, дверь, печи русские. Это все надо ломать. И там ничего никогда не было, была ломозная куча. А рядом, прямо здесь же, внутри, я не знаю, что там за здание было. Фундамент. Там вообще ничего нельзя сделать. Фундамент. Но внутри фундамента мы маленькой викторией посеяли. И все загорожено. Я хочу, чтобы вы проехали, вы посмотрели, потихоньку я вас проведу тут рядом. И скажете, я на днях был, мы землю эту добавили, он не принял. А почему-то на ломозной куче. А теперь претензии к ломозной куче или к чему? Это речь. А если бы это были... А рядом-то коровники, который целый остался, шлакли, то их не трогают. Наши сбонят в кадастровый какой-то отдел земельный. А они говорят, правильно. Если бы были свинарики и телятники, можно было бы... А лагерь и музей нельзя. То есть свиней любят больше, чем людей, которых свиней не сделали. Это она, это Елене Анатольевне ответили так, по телефону. Я это все теперь включил и послал в Москву. А те передали в Генеральную прокуратуру. Если они отписку сделают, ничего не будет. А у меня заготовлено сейчас на 11, можно сказать, самых главных издателей. Такие, как комсомольская правда, коммунистическая там правда. Везде послать материалы, чтобы кто-то обратил внимание, опубликовал. Так просто я говорю, никогда не знаю. А вы как, когда возьмут? Я говорю, на каждый удар я серии ударов отвечаю. 11 лет шел в суд, я его выиграл. 11 лет напряженно нас трясло. Но нам, верующим, на пользу. Я каждый день молюсь, я его звать Максим. Все предупреждены. За границей все молятся. Господи, смягчи сердце Максима. Сделай его христианином. Привели его к покаянию. Мы желаем ему не зла, а добра. Я говорю, вы хотите, чтобы ваше имя проклинаемо было? Написал. Зачем вам это? Неужели совершенно, как бы в третьем листе, неужели прокурор королем совсем безбожен? Он не думает умирать. И написал стихотворение Лермонта. Есть божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону златы. И мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете с взрословью, оно вам не поможет вновь. И вы не смоете все ваши черные крови по эту праведную кровь. Меня поэтом называют, я никакой не поэтом. У меня 3467 стихотворений по 9 куплетов. Я применяю к себе. А Некрасов писал, его еще пока мы с ней распяли. Но сейчас придет, он будет на кресте. Его послал Бог гнева и печали, солям земли напомнить о Христе. Для чего там и есть на этой земле? А Господь призывает всех. Я так и подумал, приехали вы не случайно. Это мы молились об этом. И как-то получилось, вы понуждались нас. И приехали ребята, и все удовлетворенные. И на это ваше удовлетворенное сердце я все это сказал. И вам еще это не стоит ни копейки записаться на прием. Ну, там или как там нужно съездить и поговорить по-человечески. Скажу, я никакой власти сейчас не имею. А самое можно не говорить, кто, кому, как. Ну, просто зачем? Ни один человек не понял. Я скажу, Славкин говорил, был в лагере, посмотрел. Можешь зайти к 50-й совета? Вот бы еще что. Она женщина, хорошая. К нам вообще был очень расположен Кулеба. Вот он подписался здесь. И Старщиков. И Игорь Николаевич, кажется. Да. А теперь это, а это даже, а таки всегда приезжали к нам были. У нас с властями, вообще, я не знаю, какой был после Митилева-то глава администрации. Какой? Урба был. А? Урба был. Урба. А еще кто? Беляев. О! Вот кто-то и другой к нам приезжали, оба. Глава администрации всегда. У нас конфликта никакого ни разу не было. А за это время мы прямую дорогу сделали, свой счет. Дорога эта государственная. Своими мы... Говорят, вы что делаете? Они обязаны сделать, раз принято решение. Внутри деревни. Это ни день, ни два. Я работаю здесь по прудам. Где-то не полных три года я 2 миллиона вложил туда. При такой пенсии. Деревня здесь не участвовала ни разу нигде. Ты посмотри, какой Рышетовский пруд. Три раза больше стал сейчас. И слип. Этот, Катапенский назывался, Южный пруд. Симаковский. Это все у нас, все. Теперь и слип идет, не прорывает. И воды хватает, и купаться, и рыбу. К слову сказать, ты знаешь, что карась выжил? Карась или карп. Думали, карась, серень. Такой золотого цвета. Я тебе сейчас покажу, какой он. Смотри. Вот такой вот с хвостом. Несколько штук поймал бордушку. У него хвост большой. А? Хвост, наверное, большой просто. Ну, какой хвост? Такой, наверное, карась, а самый хвост. Таких нету карастей. Хвост нормальный, он совершенно нормальный. Но если там не маленький попадается, а мы туда бросаем, а у него каши валят там. А осенью когда спускать будем, ну люди же выращивают в неволе. Конечно. Ну как? Пытаемся. Мы будем молиться. Мы, представитель все совета, сказали, Людмила. Вот интересно. Я об этом долго размышлял. Это моя жизнь. Так мне вот только непонятно, смысл затрат, которые понесут они, что они этим выгодят? Что они поимеют? Ни один человек еще не может сказать. Ни один. Притом все партии, какие были, представители президента, встречался, краевая администрация, все спрашивают, а зачем ему? Ни один человек не может понять. Ну тогда заказ сверху, здесь и Королев ни при чем. Нет, 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 указали от твоего. Исполнение. Он должен был оказаться, если незаконный, то он для этого посадил. А сейчас пишут, Карел Апинский, там какой-то прокурор области, республики, застрелился в другое место. То есть они путают, большие взятки миллионные, прижали, застрелился. Карманы путают? Ну да. Ну, прокурор, края все стреляют. Что-то, да, они написали, при осторожном обращении с оружием. А жене написал, жить не хочу, другим сказал, я покончу с жизнью. Чего обманывать? Ну им легче списать это. Как вы могли до такого должности допустить? Он отмевается, я написал, вы жалкой мелкой жизнешкой гордитесь, но Бог все это отнимет. Нам на суд Божий надо думать, как предстать. Как Хрущев говорил. Выше идти, Игорь Тихонович. А прокурор, председатель Совета, я считаю, что это просто двигаемые пешки. Ну вот так, я считаю. Он дали команду, он дал, значит, команду председатель Совета. А председатель Совета оказался мудрее всех остальных. Поэтому сказал, я не пойду, значит, на это. А почему не сказать было другим-то? Вот побег из ГУЛАГа показывают. Немцы попали в плен. Но я не хотел, меня Гитлер заставил. Гитлер свое время дождется. 30 апреля еще впереди 45-го года. Не надо ссылаться ни на кого. У меня свобода, я могу пойти, не пойти. Я вижу беззаконное решение, и я не пойду. У тебя расстреляют. Я свободный, можете расстрелять. Тут стрелять-то никто не будет. Зачем ему это надо? А на ролике выставлены, ролик это как отдельный фильм, снятый у нас. Так это не один, не два, а 12 тысяч 300. 12 тысяч 300 роликов. И такой музей зарегистрировать непросто будет. Мы хотим распространить его, хотя бы тысячу лагерей образовать в стране. Чтобы дети не были беспризорными. Какая идея-то? Кому она мешает? Или кому-то это вредно? Лихо? Так, если все такое, мы сейчас Бога поблагодарим. Вот со мной сидим в лагерь. Я рядом, потом вернемся. Я Володю возьму с собой. Какие вопросы есть, вы все задавайте, потому что разговоры вам потребуются. Мы все засняли, и нас везде фотографировали. И я ей дал 37 что ли фотографий. Если пойдете по курору, он ее вызывал, она приехала. А у него там суд какой-то идет. Она вернулась нищему, дальше я не знаю. Ну с ней мы по-хорошему. Просто... Она хороший человек, я ее знаю на нашей местной Корченской оппозиции. Значит, неплохо было бы к ней еще зайти. И сказать, я был потеряем, и слышал о вас хорошие отзывы. Так у вас как, мнение не переменилось, ничего? Ну зайду я. Дескать, прокурор, я бы через вас тогда хотя бы узнал. Нам неудобно звонить. Беспокоит или нет? Хорошо. Что его? Ни один человек ответить не может. Что, земли не хватает? Как в Тихом Доне Гришко Мелехов говорит, да ее заглони у нас с земли. Тем более потеряй. 1 миллион 200 тысяч гектаров пустующей земли были при перестройке. В Алтае. В Алтае только. Я как-то назвал цифру 700 тысяч, а у меня поправили. У вас, говорит, неточные данные. Это больше, наверное, за счет заброшенных поселков еще. Дальше, да. А вы знаете, сколько поселков разрушилось сейчас? Ну тоже устаревшие данные. 22 тысяча поселений исчезли. 10 тысяч примерно дышат наладом. Что наладом? Говорит, 1-2 человека. Эта страна разрушается. И особенно хорошо сказала Нина Данилова, депутат законодательного собрания от КПРФ. Вот удивительное дело. Она говорит, это потеря не на карте названия, это потеря земли. Тут другие люди будут жить. Уже восток-то весь Китай заняты Байкала. А всю это посмотреть. Южные-то народы-то сколько занимают-то? Когда у них был Курбард Байрам, говорили. А нет. По Москве пройти нельзя было. Но они принудили. У них меща огромнейшая. Путин там на открытии ее был. И говорят, было там 1500. А сейчас говорят, 1 миллион 200 тысяч мужчин. Склонились в одном поклоне. Они сейчас только только нажмут. Татарстан оторвут в один день. Эта страна перерезана пополам. Поэтому нам вести себя нужно примерно. Не хуже их быть. Так нельзя. А то лозунг «Бей жену, спасай Россию». Вот сказали Путину, говорят, лозунг «Россия для русских». Это могут только придурки сказать. Или явные враги. Когда выходят русских отовсюду, из Греции, с Америки выгонять надо. Земля Божья. И со всеми надо в России уживаясь мирно. И самое верное у царя Николая была голубая дивизия. Оттуда, с юга, которые были. Они не предали его. А родственники все... Дикая дивизия. Дикая дивизия. Да, ты прав. Ну все. Мы поблагодарим Богу и пойдем. Отец наш небесный. Хвала тебе. Мы просим ради Господа нашего Иисуса Христа, Его пролитой на Голдовском кресте крови. Спаси наследие твое. Умещи сердце этого Максима. Не дай ему погибнуть в ожесточении. Найди новых помощников, о чем молись. Благослови эту Людмилу. И сохрани ее от гонений, дабы она могла все выдержать. Господи, мы желаем послужить Тебе теми талантами, которыми Ты нас наградил. Сохрани эти строения. Устрой по воле Твоей, Святой. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. У нас сейчас будет престольный праздник, 16 сентября. А батюшка всегда приглашает главу администрации, священника. У нас приезжает в метрополит. Ну, ты же был здесь. Да. Знаешь. А что если пригласить батюшка? А почему? А? А почему не пригласить? Ну, я про это говорю. А начальник уголовного розыска, три раза тут был, приезжал. И такие отношения хорошие. И каждый раз обещает приезжать. А то, знаете, такие дела были, я не могу. Потом опять приезжает. Да и прокурор, я думаю, что смелосят после этого. А? Прокурор, я думаю, что смелосят после этого. Ну, конечно. Если бы он увидел, то глазами сказал, да сохрани Бог меня трогать. Ради чего? Смотри, какой там был. Вот они шалаши стоят. Подойди, посмотри. А лагер, что ли? Да лагер, лагер какой был. Вот он, крест высоко. А вот здесь стояла избушка. После этих телят, которые... Я ничего не помню. Я напомню, здесь постоянно закончился. Ну, и островы. Вот палатки лежат, стоят. Вот, вот я на молитве стою. Тут люди, которые... Это Гриша большой тут стоит. Он стал священником. То есть судьба такая каждого раза. Вот. А вот тут натянута вещь на палке между этими шалашами, чтобы нас не видели, что мы уволимся. Но когда мы узнали, приезжает глава администрации, мы все раскрыли, и Куфаев подошел плотную. Ну, а сколько у вас людей? Я говорю, не знаю. Как я вот и сегодня столько, 72 прибыло в один день. А сколько было? У нас на костре посчитал 120 человек. Пятый сукастер-то. Ну, я бы сейчас полоху ударил, а мы в это время глиной мазали. А девчата большие. Ну, там лет по 16-17. И ребята с армии. Как посыпались, а кто сверху, кто снизу. Он посмотрел, говорит, и собрал работников сельсовета. И директоров школы сказал, говорит, я ездил, говорит, смотрел. Что интересно, говорит, ничем не помогают. У них игровые площадки, там все есть, говорит. Он говорит, дай, 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 возьмут. Это он лично, говорит. Передали мне. Так, все, пошли. Если хотите, можете с нами пойти. За кольярик. Сколько лет лагерь? 45. Ровно 45. 45. Это не два дня. Один тут знатный человек говорит, что если бы вы знали, я, не знаю, ребятишек 10 взял, на 2 недели, а сумма с ними сошел, говорит. Кто куда тянет, держись. Мы уходим, с нами собирались. Говорит, Игнатий поедет 10 октября, и там уже на месте будет ходатайся. Вон голубь, видишь, подлетел. А она говорит, нет, ждать нельзя. Он говорит, меня бомбардирует прокурор, все время говорит. Ну, я тогда с Игорем поехал, и по всем организациям там и прошел. Ехали, когда дорога, и Игорь потерял телефон. Потерял телефона нету. А у него какой-то вот бардачок, и он туда сунул руку, все, нет нигде. А у меня телефон, он берет мой телефон, свой номер набирает. Он запищал здесь. А он машину мыл, думает, может, там озеро оставил. Не может найти пищу. Он вышел на улицу, и нигде нету. А с собой даже отвертки нету. И он давай еще вот там вот залез, открутил, а у него там малая щель, он туда провалился и дальше. Кроме этого бардачка, я куда-то еще туда. Поэтому лучше всего держать здесь. Плохо, да штаны еще дырявые, брюки. Да. Я флешку один раз так потерял. Носили щищу целый день. Продрало вот здесь вот. И ничего не могли найти. Все перерыл. Все тут щищу по сегодняшний день. Никак не ожидал, что она сцепляет. Я же не вижу здесь. И она прорвала. Здесь барабашу на свал придется косить. Много подгону слишком. Хорошая чмель на подгону. Посмотри, какой оазис. Вот присадка, 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 64 дерева валяет. Вот вообще. А в каком году вообще, в каком месте отводили вообще землю? Вот, 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 вот дорожка. Должна отвести землю. Не в этом же месте. Нет. Когда землю вдоль улицы. Вдоль улицы. Вот я про что говорю. Ну не здесь же. Нет, конечно. Сейчас смотри. Подожди, не гоните направо. Нет, нет, не здесь. Вон там, подальше. Так, 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 так. Вон там уход. Лучше здесь остановиться, наверное. Я думаю, что лучше здесь остановиться. А вот она дорожка. Вот она дорожка, вот вправо. Ага, надо запомнить украпивы. А тут вот у нас, когда, вот, на этом холме, тут тоже куча навозная. Когда комаров много, мы обедаем. А там отдельно, молимся отдельно. Сейчас вот за крапивой влево. Вон, в той крыше. А тут видно. Вот так. Это у нас рукомойники были. Десять рукомойников. Да помню, Игнат Тихонович. Сейчас мы все пройдем, посмотрим. Она все-все посмотрела. Посмотри, какие деревья растут. Как дети. Люди приезжают за границей. Воспоминания какие. Наши? Русские? Ну, как не дорожка в России долго, что и полагает в поле с нами. Да, завариваюсь. Ну, домой я ни разу не дорожку. Я там пойду открывать. Так, еще один, да? Так, вот смотри, считай. Вот это вот столовая я всем показываю. Вот бак, где рыба разведена у нас. Так, Володя, ты кому-то отдай. Сережа, ты какие разговоры возьми. Быстренько открывай, иди. Держи. Мы показываем, что и буквально, иди. Еще вон дальше написано тоже. Вон туда, где? Да, да, да. Я вижу, я вижу. Вот как же, Володя, ты все открой эти замки. На колавочке стулья специально убрали? А? Ну, конечно, доски кто-то любую оторвет. А, да. Это все столовая. И в две очереди. Это все надо было обиходить, продукты завести. У нас же отца тесто-место, мы 100 булок могли упекать в день. Две русские пищи. И хлеб-то у вас вкусный-то был. Ну, конечно. Вот представь себе, как это в степи, все это организовать. И за 45 лет ни одного поврежденного ребенка, ни одного, ни больного. Больные приезжали, выезжают все здоровые. Мы в трудовой лагерь-то каждый день работали. Как вы говорили, труда и отдыха, говорят, это труда без отдыха. Да, труда без отдыха. А вот после обеда у нас запрещается работать. А то песнопение к пятнице, к костру готовятся. Видишь как? Вот японцы говорят, вот мы сидим, а листики качаются. Это все на нервную систему влияет. Положительно. Видишь, она колышется, а это искусственно не создать. Вот тут караси у нас, да? О, карасей сколько тут. Караси-то есть? Полста карасей примерно. Я не знаю, увидишь, нет там отражения. Ну вот, надо менять, Игорь, Игорь. Не видать? Нет. Ну, еще нельзя же. А они наоборот сюда грязи натаскали. Зачем? Просить? Да, тут все это убрали, ржавчину прочистить, а потом туда пустили и милу. Нет, воду-то менять надо. Ну, меняют. Меняют. Один раз меняли уже. А мы недавно стали запускать. Лет это прошло. Не видно? Нет, нет. Это надо на стол. А ну-ка, стой, сторвы, мультизи. Там не видно, тоже не видно. Ну, ладно. Где волой-то у меня? Сейчас открывается дверь. Сейчас. Пойдемте пока дальше посмотрим. Это полотенчики висят. Там для ног мыть. Вот, видишь, для самых маленьких. А это тут закрыли. Вот это келья, смотри. Вот это вот кухня. Это кухня. Посмотри, какая. Она прямо упирается в навозную кучу. А тут, которая внизу, мы это все расстелили, большие ямы засыпали. Вот посмотри теперь как. Оттуда все равно печка, и там топишь, под ней проходит жар. Тихоныч, надо пригласить-то не прокурора района, а прокурора края. Да он не приедет. Нет, так вот, мотивация. Какая мотивация убрать лагерь? Мотивации нет, потому что Ян захватил самовольную землю. А у него статья, это там, на реке Истра, Пугачево построили. Да что сравнять, в Москве канавит золото земля, или здесь? Здесь-то и земли-то я не взял никакой. А вы ему это-то показывали? Все показывали. Показывали? Вон, смотри, опять написано. Видишь, мы везде вывешили, если придут. Пойдемте, открыли там кухню. У нас отключено здесь электричество, здесь холодильники, морозильные камеры, печка русская. А вот это, когда делают котел, вода греется. Это дядя Тихона из этой, из бани котел. Отца моего. Посмотри, здесь, ну, когда Вадим и оставались, лагерь разъедется. Какие столы, какие ножки. А-то нынче мы все побелили уже, как музей. Готовы принимать посетителей уже, да? Ну да, мы принимали уже. А вот посмотри, вон там картина, это глухонемой нарисовал. Нынче его жена умерла, 42 года. Еще три ребятишек осталось. Андрей Дробот. Знаю. Пошли. Посмотрим. Нет, тогда приглашать виновника торжества именно вот из прокурорного края, который посмотрел бы, значит, за что сделано плохого, чтобы разрушить его. Да, конечно. Ни гвоздя никто не знает. А нам каждый гвоздь, каждая дощечка, как мы привозили откуда, в степи. А вот труба идет, а то оттуда, печка и с того конца, и вот она где заходит. Да. Теперь, нынче мы уже ничего не трогаем. Посмотри, в печке. А вот отсюда видно, куда печь идет. Она все воскнулась в навозную кущу. Мы выбрали маленько. Дальше. Вот сделаем узкие печи. Это разломать надо. Сравнять с землей. Да, сравнять с землей. Из огнеупорного кирпича. Это все. Это вы делали? Я делал, конечно. Тут каждый гвоздик рукой вот. Эта труба убрали специально? Специально на верху было, затащили сюда. Утащат. Тут один раз, я смотрю, а у нас старая руководитель есть, а подъехала, он увидел, что я езжу на велосипеде, схватил руководитель, оторвал, в машину ее убрал. Не догнали? Нет, а потом я на велосипеде. Страна воров. А это вот колокола, вон там большая рында. А это порченный один пьяниц какой-то, сгорел сам, а пузырь остался. И везде там колотят дети, ты или их. Это келья. Пойдемте сюда. Вон они, смотри, где коровники. Почему их не трогают? Кому они помешали? А потому что там пустырь, там деревья, это любые деревья растут. Вот оно где. Погибись там где. Здесь для прослушки, здесь играет на сольной тени, скачалки разных видов. Вот доски, которые там, скамейки и прочее. Он ничего не видел. Ему одно убрать, убрать, сломать. Я говорю, коммунисты этого не делали. Девали коммунисты. Плохие. Здесь еще хуже. Да еще вспоминать будем. Я беру не репрессии, я беру со мной, что делали. Я так и написал. Коммунисты, я говорю, нас не задевали. Они другое там, что по нормам, дети не заболели. Я говорю, вы определяете, потому что не болеют. За 45 лет ни один не заболел, не отравился, ни утонул, не сгорел. А у вас по сотне горит. Десятками тонут. 98 под капельными лежат. Как-то одно время было такое, комиссия какая-то ехала. И проверять. И доехали до вашего сесовета, мне передали. А там старщиков, он говорит, к ним ехать не надо, я недавно был. Беспокоить не надо, обедками там не кормят. Вы говорили, что обедками кормят? Да, ну потому что сливают, в ресторанах-то везде, а людям дают и едят. Вот он их еле заходит. Посмотрите, вон там видно даже где пол. 20 сантиметров от земли. Оно не на земле. Дальше матрасы лежат, тут картон настеленный. Каждую неделю стирка. Каждую неделю баня. В день иногда до шести раз купается. Что детям надо? Плохо было бы, он бы 9 сезонов подряд не приезжал бы сюда. Идем дальше. Посмотрим. Посмотри. Это вот качели. Вы на столик залазите, там веревка, он свертывает. Это тарзанка качается. Тут несколько видов качей. Ну все уже забито. Кто-то подъедет, подъедет направо. Друзей комжи, конфетных лагерей. Все это противопоказано нам. Это все абсолютно показано. Людмила Алексеевна такого не допустит. Она не поедет сюда. И не пошлет. Что-то сумасшествие одно. Ни один человек, наша Валя тоже говорит. Я говорю, все, понимаю, ну надо порядок держать. Даже Петр Первый, когда организовал прокуратуру, он же образовал, для того, чтобы не было нарушения закона. Какой мы закон нарушили? Ему надо подвести под статью самовольный захват земли. Ну это закон-то писали где? Нет, самовольный захват. Ну у вас же есть земля. У вас же отведена земля-то была. Да я не взял ее. Под эту бумагу я могу на навозной куче. Конечно. Мой отец и дядя мои не заработали это в своей жизни. Потому что бандиты какие-то могут требовать. А то вон она. Видишь, это футбольное поле. А вот рядом, вот отсюда даже видно, это волейбольное. Где-то они тут каждый день крещат. Где оно? Вон, вон. А, видно? Ну, дождь, она даже маленько подальше. Мадеря мне строится. Может она это сделать себе? Позволить? Футбольное поле. Или мы, ну уже ничто, продали нас кому-то. Суд загорожено. Но к это к лагерю как бы не относятся. Я беру только вот этого строения. 9 соток надо вводить. Пошли-ка. Которую хотят отнять. Отнять. Он внутри деревни вмешивается. Деревня не имеет права еще это иметь. Он у него все строится. Имеет право дом разломать. Покажи. Бандитчик. Иди-ка сюда, посмотри. Олегечка, шаги вот сюда, чтобы увидеть. А вы? Вот, посмотрите. Это кому оно потребуется? Вот это фундамент идет. Я не знаю, что тут было. Вон, аду, да, вон, там, где дерево. Такой большой дом. Вам видно даже, вот где. Вот тут. И что? Что здесь стояло раньше? Я не знаю, что-то не могу припомнить. Но здесь же дома шли, наверное. Нет, это не было, это не дома. Это контора какая-то была для фермы. Отдельно. Может, что-то тут пропускали. Может, молоканка была? Не могу я ответить сейчас даже на этот вопрос. Молоканка где-то зерба, кузи. А вон там молоканка была, первая. А вторая может быть здесь. Первая-то я знаю. Может, отделение было. Милет заготавливали, я помню, как с санями вытаскивали головашку. Вот она, смотри. Человек пришел, он не знает ничего. Беда. Вот каждый раз ударить, один собраться, два занятия, три обедать, четыре Евангелия, пять враги. Сейчас больше враги, да? Ну, как их назвать-то, даже не знаю. Он назвать-то как это? Научканный кем-то? Да нет, нет, никакие не враги. Да. Что интересно? Выполняет указ выше. Ну, кто? Выше-то? Зачем бы президент направил запрос в Генеральную прокуратуру страны? Разобраться на месте. Я для себя что-то прошу? Нет? Я уполномоченный документ, что полночная деревня, я-то не здесь живу, в городе. Моего ничего нет, я отдал Христу. Ну, разломает даже, все разломает, я поплачу. Но это останется памятником безумия, в какое время мы живем. Я думал, что не разломает. Ну, я вот прошу, побеседовать с ним, поготовься так. Сначала... Я всегда полы, особенно потеряешься. Так, маленечко, давай-ка он туда пройдем, посмотрим. Не знаю, на что он руку поднимал. Вот такая же теле. Не-не-не, вот он, вот цветочки. Нам нужно подочевать, еще в потолок. У нас ничего нету. Володя, не отвлекайся. Посмотри, мы глину доставали, бочками возили в воду, топтали ногами, и он придет разрушить. Вот здесь вот, там он, свела гнездо пташка. Это называется синочка. Тресогуска. Так мы палатками отгородили, пока она не вылетела с ними, чтобы дети там не ходили. А вот здесь, я не знаю, почему получилось так. Ласточка свела гнездо здесь. Мы келью так оставили открытой, переселились в другую. Это уроки детства. Какие дети должны быть нежные в природе. Это разрушить. Но явное дело, что это и Битлер не делал даже. Я думаю, что они одумали. Ну, я не знаю, я прошу, может быть, через банк хоть в крови. И забудь сказать, только скажи, я принадлежал к этой партии, за которой много чего есть, но такого я даже не слышал. Нет. Вообще невозможно придумать. Я скажу, быстро житель этой деревни, и знаю, что и нас, и проще. Смотри, что сделано. На что ты руку поднимал. Ты посчитай, сколько трудно найти, надо прямой, а клен-то не ввает прямой. Потом аж курить, высушить, положить, привезти, замазать, купить шифер, а я приду сломаю. Он не спел еще. Он не просто помает, прям настаивает. Я перед тем, как приехать, специально прошел по всем. Вы обязательно съездите туда, вас ждут там. Скажи, вас ждут. Как я сказал, когда я говорю, надо прогринать его десятого колена. Я говорю, нет, умолен. Так он приехал, мне книги купил. Судья, который... А судья кто был? А? Судья кто был? Макаров Владимир Александрович. За пенсией? Нет, он по арбестражным судья. Он еще молодой? Ну, молодой. А прокурор меня не дождался. А прокурор кто был? Мордой и Акап Иванович. Главное, броди такие были, как у Брежнева, а мне последнее слово не дали сказать. Вообще, такого не бывает. А почему? А почему боялись. Боялись. И главное, что? Сказали, что будет через 3 дня. Моя мама прилетела. Все ждали здесь. У меня люди в Брунзе прилетали, там я тут. Все ждут. Там есть чайник. А моя мама встала, говорит, меня везите в суд. Сережа, ты напрасно отвлекаешь его. Нет, 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 нет. Я наоборот сам. Слушай, а моя мама встала и говорит, везите меня в суд. Я говорю, мама, через 2 дня только суд будет. Все равно отвезите. Она привезла, у меня суд отдельно. Значит, меня выдержали из камеры, чтобы народа не было. Ну, кому говорите? Так вам что, аудитория нужна? Ну, как? Это мои люди. А там и все кое-что стоит. Вот это все, на что он покушает? Здесь куплен-то один шифер все наше. Я говорю, куплен-то один шифер. А остальное-то все... Ну, где-то наставали доски. Покупал вот это. Доски привозили. Ну, и, понятно дело, что... А остальное-то все... А остальное-то еще возьмет здесь этого. Да пора не скуплены. Ну, пора не скуплены сюда. Смотри, какие деревья. Все мы сажали, поливали. И в фундамент. Да вот он идет где. Вот он идет для этого места. Вот. Наверное, видно. Вот, посмотри. Да, да. Ну, проение появилось. И скажи, ну, сломайте огромный фундамент. Что там будет жить? Какой мы сейчас не занимаемся строить? Фундамент, невозможно. Никого фундамент будет взять. Смотрите, может, ни то, ни эти даже не возьмут полностью. За один раз. Они смогут взять. А это еще как бог. Скажите, нашими тракторами, которые у нас походят, вам нельзя так. Вы только с Бескорюка надо приглашать. А эти тракторами не возьмут, они маломощные. Я вам просто задавал. Громов, может, он где-то нанять или что-то? Нет, говорит. Я говорю, такое впечатление, что он спать не может. Да. И так, каждая полочка как. Как все она сделана, как мы делали, с какой любовью. И только продружить. Люди приезжают и учатся. Как в таком государстве, когда все разворовано и можно жить красиво, интересно и никого не проклинать. Ну. Мы же каждый день молимся за правителя. Тут вот висело у меня президент страны Путин, президент страны Медведев, изобрел телефон Мартин Купер, интернет Бернерсерскри, вот это. Все это здесь показано. Ребятишки все это знают. Мы учили не только божественному, а это подвал с большой историей. Вот это, когда пастухи-то рядом были, этого не было. Хранили, хранили палатки здесь. Это не то только подвал. Это все фильм вошло. Ровно, наводная куча. Дальше мы разные сухие былинки поставим, как будто растет. А КГБ сразу приезжало. Это кто сказал? Игонин. Я был, говорит, с каким-то дядей. Это не дядя, это сотрудник КГБ там, майор и подполковник. Искали везде. Вот здесь старая обувь, не нужная. Мы сожгли, зарыли, заравняли, раскопали на ровном месте. А вот здесь вот, если бы они нашли вход, а они нашли его, они вот тогда залазят, а там бревна лежат, дрова и бревна. Но они ленивые. Но если бы они вытащили, это я все в фильме говорю, то там земля, ничего нет. Если бы стали щупом искать, в одном месте начупали бы дерево. Разгребли, там крышка. Если бы они вскрыли, нашли бы там у нас хранилась картошка. Картошка там вот такой. Но если бы они вытащили картошку, то одна стена поворачивалась. И тогда туда, под землей, на глубине там 2 метра открывался тоннель с вещью по стенам. Там можно было молиться. Это, говорят, маленькая катакомбная церковь была. Здесь вот. А пастухи рядом спали. Стукнуть нельзя было, они слышат. Все делалось бесшумно, как храм Господень. Такая история. Все это в фильме вошли, не фильмы, не простые, а взявши премию на мировом киноконкурсе. Первая премия. Это все о чем, показано. Вторая взяла первое место «Златоустец Потеряки» называется. Первое место в России. Это понятно, что они не на дороге лежат такие. А там, посмотри, какой шалаш на 30 человек. Вот. Не промокаю. Там, занятия идут. и она туда прошла. Людмила Алексеева. Хочешь смотреть? Пошли. Пойдем. Сейчас отняв. Ну, неужели не видать, а? Мутная вода. Вы понюхайте, вода уже нехорошо. Володя, займись-ка сегодня, ты говорил, чем заняться. Не урони, не суй сюда. Ночи спускательки, опять это. Не заливать воду надо, потому что она уже тухая. Они там задохнутся. Ну, пока мы так. Молодец. это сделать надо. А то успение карасей будет. Давай. А это у нас баек называется. Тут мы разводим глину, соломы. А вот это вот, там глину копаем, огорожим, чтобы скотина не пала. Смотри, какое сооружение. Это не Ленин говорит. В России. Похоже, как на на Толах Ленин в России. По стороне. Триста что это совмещало? Триста. Один шаг была колобаня, а баня там спрятана была. это только бабослуги большие, надо было, чтобы с воспитателем там началась. Детям это все интересно. Не промокает. Не промокает. Ну, это мы давно уже тут не живем, поэтому так. как косили. Папа. Ах, 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 ах. камышом. Да прямо можешь стоять. А вот эти вот лежали жерди-то. Это вот так вот. Головой туда, а ногами туда или наоборот головами. И оттуда так же. Моторас наложен, да? Мы тут не спали. Я боялся. Они враждебно стали говорить, присажив себе, подожди. Это только это. Одни что угодно будет. У нас колодец был. И когда начали нас преследовать, так мы на колоде сделали с такими вот бортами крышку под замок, чтобы даже не смогли отпустить туда. Мы врагов ждем не из океана. А эти жерди, Володь, планировали на них доски, наверное? Как Хрущев с берега разговаривает, берега. Это я его посылу с наберем. Да и так, сломал вон жердинку. Да. Так, здесь закрывайте. Все, закройте. То есть пошел туда, можем сюда вот чуть-чуть. Вот смотри, мы здесь отъедали, столовая. Ветер был. Вокруг выкашено. Это ничего, это нету крапивы. И комаров нету. А тут-то в затейши комары. А вон где молились, там была башня водонапорная, вот направо, вот крест. Ну, в бульдозе когда был, я попросил, я вот засыпали, а возвышение осталось. И тоже утром молились, вот обороты. А вон где-то колосит. Вот этого столба, крест в обеда, нет? Ну, я в Крутом, да. Вот так, это там. Я просто счастливый сделаю. Выше. Сейчас, если кто-то, что-то много больше. Виталь, скажи, пожалуйста, сорвите тропеты. Полы нехорошие. Там, кусочек. Ну, так вот, кусочек небольшой. Вверху. А мне сейчас некоторые пишут, когда узнали. Вы, говорит, не вознитесь там. Вы пригласите к себе чеченцев. Говорит, дадите там, чтобы они вам найдут порядок. А это вы вот говорите, с юга пойдут к вам. А не боитесь то, что будет Украина? Нет, это люди, которые приняли православие. А как вы? Это вы знаете. Ну, те тоже ребята православие приняли. Ну, это разговор. Никого нет. Пока разговор. Они хотели, а уже никого нет. Потому что перед землей нет. Вот я про что и говорю. Так мы на это не смотрим. Мы смотрим только на то, что православные нашу дисциплину, они знают. У нас этого не может быть. Никак. 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 Ну, это с Украины. Вот он с Украины. Побыл и выехал. Ну, так оставим свет после себя. Ну. Ну. Это вот такое дело. Человек полит. Это то главное, что человек не попал. Дожил, так сказать. Он уже не участник. Он Россию не трогает. Нам этого не мало. Но ведь проще боевать не будет. Никак. Тора на металлу того оружия. Он ужасно. Почему? Ну, а вот попал. Тогда, чтобы родился. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok